Дима Беляков, кого вы ищете? Да, я ищу. Диму? Он должен забрать. Он, наверное, там, на спектре. Юра, вон Дима. Дима на спектре стоит там. Сейчас я заберу мой ноутбук и мега-тестер. Хорошо, да, давайте. Показывает, где я. А, я думала, ты там стоишь. Вон мужчина в кепке. Блин, Дима, реально там похож. Давайте со спектровцами. Юра, остановись. А в ту сторону, что на фон спектра, наоборот. Организовать и сразу все будет. Ну что, покричим за Беларусь? За Беларусь! За Беларусь! За Беларусь! За Беларусь! Ура! Ура! Молодцы! Спасибо вам, Юра! Щелк на мой. Спасибо. Я не знаю, что я не могу вас. Я думала, вы поднимаете. Я... Почему? Конфотируют. Сейчас, подключим. Ребят, я в спинопол全. У меня немного раз. Када? Спасибо. Спасибо что так приняли. Да я плану не говорили. Все. Спасибо. Еще раз пошли. Еще и еще. Не хочешь? Это он, что сказать Иди встань Света, иди встань Где же организовала, иди встань Хотела звать Света, на меня бы смотри Украину нельзя Ну это надо подумать Или мы в Украину Я не могу Я не могу Давай, я на свой Давай, я на свой Давай, Саша Можно с нашим Саша не будет Саша не будет Попили и попишите Я не знаю, что у вас какая-то путь Саша не смотрит в другую сторону На разрыве не смотрит Саша сфотографировала Спасибо вам за ваш труд Спасибо Спасибо Пожалуйста Спасибо Мы вас любим Спасибо До свидания Дима Все, Дима пошел Брать интервью для инфо-спецназа У Юрия Подолякова Класс Класс У него такая толпа еще там Я ему двадцать раз ответила Я ему двадцать раз ответила Что мы стоим Здесь работаем Сергей Николаевич Он издевался Назалялся А кто у нас президент Я ему отвечаю А вы не знаете президента нашего? Нет, не знаю Я у вас спрашиваю Кто президент Когда подошел Сергей Николаевич Вы видели Я секундочку Я не хочу, чтобы вы объясняли прошлую ситуацию То есть Он провоцировался Не, не нужно Он начал руки распускать Не про того человека Одному и вопрос ответить Что вы здесь делаете? Он тоже, я думаю, увидит Сколько вам надо еще говорить? Вы полгода спрашиваете Стоите за президента Мы стоим за президента Да Просто спасибо Просто стоите за президента Да, стоим За себя стоим За свои семьи За мою внучку, за мою За чужих внуков, детей За детей, с которыми я работаю Достойный ответ А вы говорите, что мы не работаем Мне здесь пишут Что меня начнут сейчас качать Поэтому Уверен, что нет Пока Никто вас не будет Если вы не будете Поднимайтесь Что еще кого интересует? Мы покачали с удовольствием Что еще интересует кого? Что мы делаем Что мы делали? Ну, кто не с нас Уважаем Да Уважаем 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 Пусть все равно будем здесь стоять. Он меня вообще не интересует. Ни Коликов, ни Кроликов, никто. Понимаете? Ни Сотникова, ни Алекса, ни какой-то. Никто. Вот просто поверьте, плевать на них. Они пустое место. Для меня. Вот я уже научилась быть сильной. Да просто провокатор и деструктивный. Нельзя всерьез воспринимать. И они удивляются, что им не регистрируют их союз блогеров. Ничего они со мной, женщины, не сделают. Мы будем тут. Не нас ноем. Каждый пусть занимается своим делом. Мы радуемся другому. И пусть он тоже помогает стране. И Голиков не помогает. До долга, можно сказать. До того, как... Наталья, как вам впечатление от встречи с Юрием Подоляко? Очень хорошее впечатление. Но мы с ним вчера побобщались, когда мы его встречали. Уже сегодня к нему вы видели, не подойти было. Что хотела, я услышала. Успокоила меня. Очень умный, порядочный. Далковый парень. Дай Бог ему удачи, успехов и его хороших. Спасибо за мнение. Здравствуйте, Ксения. Скажите, пожалуйста, как у вас впечатление от встречи с блогером из Украины Юрием Подоляко? Вы знаете, я постоянная поклонница Юрия Подоляко, его подписчица. Ей очень нравится этот блогер. Я напоминаю за его творчество. Потому что у него все выводы правильные. Особенно в отношении Украины и Беларуси. Я полностью его поддерживаю. По крайней мере, он адекватно смотрит на всю ситуацию со страны и осознал сразу всю ситуацию, как происходило все это на Украине. И, конечно, у нас уже есть сравнение. Мы можем учиться на ошибках других стран и подружку своим странам вводить в какие-то обществы, которые нам будут для процветания нашей страны. Юрий Подоляко – приятный человек. Очень ответный. И постоянно как бы улыбается. К нам ко всем так хорошо относится. Ну, видно, что у него дружественное настроение. И он, вот то, что он приехал на с кем-то, это, конечно, очень значительно. Потому что это сильная поддержка со стороны блогеров в Украине. Я счастлива, честно говоря, что сегодня попала в Украину. Большая честь для нас. Да, это большая честь, конечно. Потому что, действительно, есть у нас страны, уже другие страны нас оценили. И поняли, что мы здесь не играли, что мы отстаиваем интересы нашей страны. Значит, все-таки есть наши товарищи, соратники. И я очень рада за Украину, что она выступит за эту площадь. Ксения, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, чисто ваше мнение. Как вы считаете, почему не зарегистрировали союз блогеров Беларуси, который вот Голиков подавал документы? Я думаю, что не зарегистрировал этот союз блогеров, который они так себя сами назвали. Потому что там кучи им такие личности находятся, которые постоянно застряпывают какие-то негативные ролики. И, действительно, это все вранье. Зачем заниматься вот этими сплетнями, я не понимаю. Дискредитация. И то, что там у них нетрадиционные ориентации, какие-то блогеры, это уже им не показатель и не возвысит. То есть непонятный сброд, все-таки непонятный сброд там собрался. Там непонятно, непонятно. Деструктивы. Никаких аргументов, никаких фактов. Просто одни нападения, массированные нападения. Они считают таким образом, они нас так вот добьют и любят. Нет. Вы понимаете, что мы еще становимся крепче. Вот с каждым ударом мы все крепче и крепче. Поэтому бесполезно что-то нам делать. Все, что нас не убивает, то нас закаляет. Да. Уже уже замерно. Да, это тот и закаляет. Как и закаленные. Хорошо, спасибо за мнение. Да, спасибо. Я же не знаю, почему. Наталья, вот чисто ваша точка зрения. По какой причине не зарегистрировали Союзблогеров в Беларуси? Вот документы подавали Голиков, его команда. Пускай подают еще хоть сто раз. Мое мнение. Ну почему? А я думаю, что их и не зарегистрируют. Пускай они подумают, почему. Потому что нужно навести порядок в голове, в мозгах. Если бы их хотели зарегистрировать, им бы сказали донести какую-то бумажку. Одну, две, три. Но не возвращали бы весь пакет документов. Я просто уже с этим много сталкивалась. Я уверена, что... Так какая ваша личная оценка их деятельности, вот этого Союза блогеров в Беларуси? Вот что они делают? Словесный понос у них постоянно. Они оскорбляют всех. Они именно оскорбляют. Не критикуют, а оскорбляют. Они еще никто. Когда представляется, что мы Союз блогеров будем критиковать, мы критикуем, и будем вас... И вы нас раздражаете, говорит Сидорович. То, как она и сказала в своем ролике, пересмотрят, пускай, что спектр нас раздражает уже начинает. Пока вот они не пересмотрят свое отношение ко всем, структурам государственным, и не строят из себя королей и бога. Они никто еще, чтобы заявлять, что Союз блогеров будет критиковать. Пускай покажут, что они Союз блогеров, тогда будет другой разговор отношения, что да, и то к ним не будет отношения. У нас и журналисты наши, у нас есть наши ребята-блогеры, которые вот отсюда, с самого начала, они подставные делали ролики, как их там избивают. Вот это настоящее. Я знаю, я видела. Я за них отвечаю. Союзу блогеров нет категорически. Спасибо за мнение. Это не мое только мнение. Спасибо. Сергей, здравствуйте. Как вы считаете, почему не зарегистрировали в итоге Союз блогеров Беларуси, который Голиков пытается создать? Вот они подали пакет документов, им отказали. Как вы считаете, по какой причине? Доброго здоровья. Ну, я не знаю, почему конкретно не зарегистрировали. Это не я регистрирую. Возможно, какие-то документы были неправильно оформлены. Но вообще, то, что он не зарегистрировал, это очень правильно. Это очень правильно по той простой причине, что данный Союз ведет явную антибелорусскую политику. Он пытается уничтожать все то, что действует на государство. Причем нагло, значит, оскорбляя, высмеивая. Ну, что же, что-то говорить. И я не хочу их пиарить просто-напросто. Они того не стоят. Они сами тихо умрут в забвении. Потому что они уже надоели все. Вот и все. Спасибо за мнение. Спасибо. Здравствуйте, Елена. Как вы считаете, по какой причине не зарегистрировали Союз блогера Беларуси? Вот то, что Голиков Алексей пытается зарегистрировать его команду. Почему? Я считаю, что и Голиков, и его команда вполне себе наговорили уже на статью 189 Уголовного кодекса Республики Беларусь. А поскольку в этом Союзе блогеров есть люди, которые вполне соответствуют, действия, которые вполне соответствуют этой статье, вряд ли будут регистрировать такую организацию, где будут потенциальные уголовники. Я думаю, да. Мне так кажется, не слышно. Скажите, а еще такой вопрос. Как вам впечатление от встречи с украинским блогером Юрием Подоляковым? Это что-то, это что-то, понимаете, восхитительное. Умнейший человек. Действительно лидер мнений. Действительно лидер мнений. Действительно мощнейший аналитик. Очень интересный человек. Очень интеллигентный человек. Конечно, восторг. Конечно, восторги. Я тоже записывала. У меня тоже есть. Просто неожиданный подарок в судьбе. И побольше бы таких людей к нам встречу с такими людьми нам организовывали. Конечно, очень рада. Очень. Спасибо за мнение. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok